Доброе утро! Вы меня слышите? Мак, вы-то что-то вскрылись здесь. О, теперь видно. Так, говорите, Мак. Я на две минуты, я по делу. Буквально на две минуты. Я по поводу пролежней. Кто там у вас? Кто у вас лежит-то? О чем спрашивать? Кто лежит у нас сейчас? Кто у нас из общины лежит сейчас? Болеет, лежит. Александра, наверное. У нас-то? Да. Ну, а Александра, женщина, она сломала шею, упала. Ну, там, бедра. В общем, послушайте, хорошо слышно меня? Да. Передайте ей, пожалуйста. Они сейчас кинутся покупать разные средства, там, от пролежней. Всякие мази дорогие, понимаете. Там им будут сейчас больницы везде предлагать, в аптеках. Пусть они ничего не покупают, а запишите вот два средства, которые ей помогут. Ну, давай. В общем, первое это Лево-Ми-Коль. Лево-Николь? Лево-Ми-Коль. Знаешь, лучше бы мне написать. Я так-то плохо слышу, а тут напишу такое, что купят совсем не то. Лево-Ми-Коль. Лево-Ми-Коль. Мэ, Мэ, Михаил. Первое? Мэ. Лево-Ми-Ми. Лево-Ми-Коль. Да. А что это такое мазь? Это мазь от пролежней. И второе, второе мазь чайного дерева. Мазь какая? Чайного дерева. Чайного. Чайного. Чайного дерева. Ну, так его нету такого у нас, наверное. Есть. Если нету, можно будет доказать. Я помогу с этим. Ну, это как? Смазывать надо? Послушайте. Вот пусть они ничем не пользуются. Вот этими только двумя мазями. Пусть они больше ничего не покупают. Вот, а пользуются по переменке двумя этими мазями. То есть поочередно так. А как мазать? То одним, то другим? Ну, там две недели одним, две недели другим там. Две недели. Ну, не обязательно две. Можно и неделю, можно и месяц. Как пойдет, понимаете? Сколько раз мазать в день? Как перевязку делают, так и мазать. Ну, примерно в день сколько получается? Я не знаю, сколько раз они перевязки делают. Ну, примерно хотя бы. Как вот у вас было. В день-то раз-два. Да? Да это у всех по-разному, Игнатихыч. Как перевязку делают, так им пусть мажут. Перевязку. Ага. Это я к чему говорю, чтобы они им сейчас просто будут предлагать и они сами будут искать и будут много денег тратить, чтобы они не тратились, понимаете? Это от пролежней, да? Это вот именно от пролежней. Господи помилуй. Как страшно. Понял, записал. Все, Игнатих, я тогда не буду больше смешать, я ухожу. А тут Тульская епархия, там на меня как ополчились. Ой-ой-ой. Тульская епархия. А что им надо? А что им надо? А что им надо? Я вчера получил известие, насколько достоверно нет. Андрея Кураева-то они оттуда выпроводили, Московская Духовная Академия. Ну, у него работа есть, хлеб зарабатывает. В Московском университете преподают МГУ. И будто бы в МГУ обратился патриарх Алексей, чтобы его оттуда выгнали. Чтобы оставить без хлеба полностью. То есть, я не знаю, насколько это достоверно. Ну, человек достойный доверия мне сообщил, но я вполне допускаю это. Они мстительные и ужасные. Вот говорят, что самое страшное? Самое страшное, когда вот живут и муж покоряется жене. А еще страшнее, когда он усваивает свой характер мужской, да накладывает на женскую все проще ее недостатки. Ничего отвратительного нету. Вот примерно это духовно, как они понимают, духовная патриархия накладывает на отпечаток мирского, а не оттуда их происхождение. Чтобы Андрея оставить без куска хлеба. Ну, Андрей-то не останется. Да понятно. Мы его можем пригласить к себе, он у нас проживет. Ну, конечно, у вас хлеба много. Ну да. Вот такое дело. Атула что? Я не знаю, как вам это переслать или чтобы ознакомились. А о них главное интересно. В интернете столько доброго написано, то, что мы делаем, едем. Ничего этого нету. Они берут только то, какая клевета где. Клевета. Все клеветы собирают один от одного. Почему? Потому что служители дьяволов. Дьявол-клеветник. Диаблос. По-гречески. Диаблос. Это служители дьаблосов. Как эти называют в мусульмане? Иблис. Служители Иблиса. Представь себе, что на сто положительных один отрицательный отзыв в интернете на нас. Они берут только эти. Ни одного положительного нет. Почему им это не надо? И обвинения против меня, которые выставляют-то, во-первых, они ни на чем не основаны. А во-вторых, ну даже можно было задуматься еще, я говорю, что Писание не равно преданию. Ну, Писание от Бога, а предание от человека. Сейчас сравнивают-то. Далее. Литургию совершают, я говорю, она должна быть, это мое мнение, основано на Писании. Должно быть на опресноках. Католики правее нас. Ой, как они поднялись. Ну, Христос был написан не опресноком, когда совершал Пасху. О чем разговаривать? Мы совершаем, как положено. Есть. Но у меня есть свое мнение-то. Я на это мнение основано на Священном Писании. А почему? У нас очень хороший знакомый в Тульской области. Ну, он с батюшкой. Батюшка тоже священник. Дружат они много лет. Много. Больше тридцати лет. Ну, и вот. Мы, когда проезжали по России, это было в двенадцатом году. Мы туда заехали. Когда мы сунулись в библиотеку, там, нам уже краевая, областная. А у них там суббота была, выходной. Ну, я говорю, ладно тогда. Мы знакомого батюшки оставим. Они вам книги сдадут. Я сказал, когда батюшке, я разложил книги. Ну, какой разговор? У меня все знакомые. Здесь у него хорошее отношение с губернатором, там, со всеми. Это я. Я говорю, батюшка, помни, что это может не так быть. Ты не автор. Твое ко мне расположение на них может не повлиять. Он пошел. Но тут самая большая беда была, что директор областной библиотеки является прихожанкой. Она верующая. А значит, у нее мозгов нету. Если она верующая, и она подкоряется, у нее мозгов вообще не нужен. Зачем? Батюшка сказал, батюшка благослови, батюшка сказал, батюшка благослови. Она не думает нигде. Она сразу батюшке, батюшка, нам книги привезли. Так, задержать. Я примерно воображаю, как это было. Задержать. Мы будем проверять. Ну, батюшка этот подождал неделю-другую. Когда принес им книги-то, они сказали, мы тут посмотрим. Проходит неделя вторая, он приходит. Ну, книги-то как тут? А мы их отдали, там, часть книг в епархию. Там какой-то цензорский отдел, цензоры будут проверять. Да мы же не договаривались с тобой. А при чем тут церковь? Это мирская библиотека-то. Она никакого отношения не имеет к церкви. Ну, вот мы договорились с отцом Борисом, и она с отцом Борисом, она уже договорилась, что он ей место в раю уже забронировал. А что она, подлая тварь, блудница бы, и это не касается. Лишь бы она деньги платила, как поп. Если он платит деньги в епархию, ему разрешается все. Хоть три раза на ночь быть голубым. Я их знаю. Проходит вторая, третья, четвертая неделя, ничего нет. Наконец, он пришел, говорит, ну да верните хотя бы книги. Она не может их вернуть. Или она лукавит. Наконец, книги возвращаются, его вызывают на ковер. И дальше они начинают его терзать. А он только что построил храм. Храм построил. Без помощи в епархии. У него знакомый один крупный, очень крупный промышленник. У него заводы в разных странах есть. И он потерпел большую аварию. У него где-то жена с сыном, с единственным сыном попали в аварию, обе погибли. И он к церкви прилип и к этому батюшке. И построил храм. Там одна колокольня, там, наверное, на миллион. Ужас какой. Вот. Они его вызвали, не берут во внимание, что он храм построил, что он такой любящий. Никаких. Ты помогаешь Лапкину? Он говорит, как я помогаю? А ну ты же хотел книги сдать. Значит, от него все отнимают. Мы тебя завтра по миру пустим-то. Дай нам слово, что ты не будешь Лапкину помогать-то. Представь, они как ломают души. И он им говорит слово, я помогать не буду. Потому что, во-первых, он теряет все, ничего не выигрывает. Это он правильно сделал. Но как он теперь будет жить с поврежденной совестью? Они об этом не думают. Он тут же нам звонит. Я плохо слышу, а я Сергею Пупкову отдаю трубку. Я говорю, на, ты переговори. Ну, телефон-то твой тем более. И он говорит, отец, называют его по имени, ты что сделал-то? Ты что, сломался перед ними? Они тебе обвинение какое-то представили? Книги не так хоть одну фразу из книг-то? Нет, не представили. Ну, как ты мог дать им слово-то? Ты предатель просто. Какой же ты верующий-то? Его это страшно обидел. Ну, я тогда, я сказал-то Сергею Пупкову-то, я бы не стал это говорить. Сергей сказал, ну, ему обидно. Мы настоящие друзья. С батюшкой они, каждый год батюшка туда ездит. Он к нам приезжает. И он теперь так. Ну, я говорю, ладно. Ты сказал, не участвую где-то. Он говорит, ну, вы ко мне заезжайте, я приму. Потому что оказать милость путешествующим паломнику я обязан. Ну, я не могу книги теперь уже. Он связал себя. Да чего они подлые. Они будут уничтожены Богом, антихристы. И вот он теперь с ними бьется. Книги вернуть не может. Книги вернуть оттуда он не может. Они не отдают. Он часть забрал, а часть там находится. Он говорит, меня вы вызвали. Кто сензоры были? Там батюшек он знает сензоры. А какую книгу вы считали? Они не могут сказать. А этот Лапотников, они даже фамилию не помнят. Лапотников. Я не Лапотников, а Лапкин. Ни одного слова обвинений не могут сказать. Он говорит, ну, хоть какое-то слово должны сказать, чтобы я тоже хочу спастись. Я хочу тоже быть как вы. Вы же в раю, а я так где нахожусь теперь? Они не могут сказать. А почему? Потому что нет ничего. Нету. И вот они сейчас, это Тульская епархия, они забронировали для себя все библиотеки края. А без старшей в областной библиотеке ни одна не может. Для нас это единственная зона на всю Россию, которая оказалась блокирована по ПАБе. А тут получилось еще и есть такое, называется архиепископ Журавлев Сергей. Он там был когда-то священником в Костромской где-то, а потом ушел. Вот сейчас обновленческая церковь. И он всех, он пятидесятически духа получил. Ну бесноватый прямо совсем. Я не знаю его. Да. Ну и они взяли и он-то выступает против церкви, против всего там где-то. Он говорит по Писанию. У меня очень много у меня материала. Он клоун, у меня кличка, это клоун. Но он правильно говорит. И вот теперь они обращаются туда, в сервер, где это есть. И они у него закрывают его файлы. Его сайт. Я как узнал, я сразу за звонок. Отец называю. Сходи к своим туда, вы парки сделайте, чтобы они сняли с него блокировку. Что вы делаете-то? Они бороться-то не могут. Они выставить ему ничего не могут. Какое же вы имеете это право? Им власть нельзя давать. Они гнобят старобрядцев, духоборов. Они всех убивают. Это палачи. Это демоны. Демоны в черных рясах. Я говорю, ты сходи, чтобы они вас сблокировали. А он, не долго думая, тут же открывает вместо одного. Открывает, кажется, свой сервер. У него денег-то море. Он открывает, кажется, десять файлов. Они безумные. Они совершенно безумные. Он на одном работал. Теперь он на десяти работает. Он поднялся всего мира. У него в Аргентине, в Америке, в Индонезии, везде есть общины. И вот они теперь берут. Тульская, которая. Это тульская вот эта злоба. Они берут гнев. Кемерово про нас говорили. А кемеровские банкурты. Кемеровские. Мы там были. Книги уже почти по всем районам прошли. Они теперь идут и вылавливают. Оттуда выбирают из аптек. Из этих. Из библиотек. Приходят. У вас Лапкин был, да? Вот его книги стоят. А книги-то берут люди? Ну как, берут, считают. Ему надо вырвать книги. А много берут? Ну немного. Неделя одна прошла-то только. Люди еще не знают ничего. Ну мы их выставили на первое место. Прям заходишь и 38 книг. Они как выглядят-то? Ну знаете. Нам они нужны. У нас семинария. Студенты. Они должны там. Вы их нам отдайте. Да вы прихожанка? Нет, я не прихожанка. А директор узнал о которой она думает. Да я прихожанка. Вот он через нее теперь давит. И они эти книги выбирают оттуда. И к себе блокируют. А Михаил Кальмаев это узнал. И идет туда в епархию к ним. И говорит. Я слышал. К вам книги передали. Да передали. А для чего? Ну что у нас библиотека большая. Вчера Сергей Дудин показывал. Отец Сергий показывал. Как у них библиотека. Там я выставил. И вот. Они это выставили для людей. Он говорит. Я хочу взять такую книгу. Там 16-й том. Они сунулись туда-сюда. Им давать нельзя. И в то же время объявили, что дают и для тех, кто приходит. Я православный. Хочу посчитать книги. Я его Лапкина знаю. С ним ездил в миссионерскую поездку. А они не дают. Тогда он опять на директора выходит. А сам включил телефон и все записывает. Так. У вас книги были Лапкина? А почему вы их не даете людям-то? Дали в епархию. Там одна говорит. Книги-то экстремистские. Он говорит. Книги экстремистские? Так. Нет. Подождите. Я сейчас бегаю к директору. Она поняла, что уже увязла. Она побежала. Говорит. Нет. Нет. Эти книги. Эти книги в списках нигде нет. Эти книги. А почему отдали? Ну... О-о-о-о-о-о. И она ничего не может сказать. Он все это записывает. Вот такие вопросы ставят им. И вот теперь тульская епархия все это подгребла. Да. Вот мы даем. Везде раздавали в библиотеках. Написано. В вашей библиотеке. С сегодняшнего дня. 38 книг Игнатия Лапкина. И там говорится об этом. Милости просим. Вот и все. Подаренные в дар. Они это. Публикуют эту табличку. Подаренную в дар. А рядом пишут. По разным городам. Кемеровской епархии. Там Новокузнецкой. Лапкина. Привержился. Необыкновенная активность. Продают книги. Наверяют. А написано в дар. Они вообще... Даже их безумными нельзя назвать-то. Эту табличку вывешивают, что в дар. И, говорит, продают. По улицам ходят. Я по улицам хожу. Но это вообразить невозможно. Я по улицам ходить. Ходить-то не умею. То есть они совершенно хуже демонов. Как Златоуст говорит. Демоны, говорит, несролюбимые. И голубые грех не творят. А эти все творят. Это хуже демонов. Это не мои слова. Я на Златоуст. И вот они вчера выставили. А Юля мне это подкинула. Я не знаю. Ну надо бы как-то обижаться. Я не могу. Я сижу один дома и смеюсь. Ой-ой-ой. Нет. Нет. Дайте. Вот если бы мне коснулось быть с президентом где-то. Президент бы начал спрашивать. Какие ваши предложения. Я вот думаю русское государство. Чтобы было крепкое. Как говорят России. Чтобы уважали и боялись. Ну а что я делаю неправильно. Он должен в первую очередь простить. Я говорю неправильно. Что ты соединяешься с патриархией. Отойди от нее. Она разваленная. Там ничего нету божественного. Уже только что отдельные священники которые творят. Они даже супер подлые. Только я. В отношении меня только. Сейчас вот Андрея Кураева там что они делают. Вот этот Степаненко вышел. Он правду сказал. Они его зажали. Его сейчас не слыхать не видать. Ой-ой-ой. Я бы сказал Владимир Владимирович. Пока не поздно отступись. Отступись. Это тебе ничего не даст. Это не теократическое государство. Они тебе ничего не могут предложить. Кроме обрядности антуража. Что он расчесывается. Руки моет перед народом. Ему пуговки застегивают архиерею. А мне один полковник звонит. Я говорю. Посмотрел вчера. Патриаршее служение было. А он что у вас говорит. Пуговки сам застегивать не умеет. Я говорю. Нет. А зачем не умеет. Вокруг его причиндалы. Там на коленках ползают. Семинаристы застегивают. Застегивают. Я говорю. Посмотрел. Это не меньше минут 15. Ой-ой-ой. Мы как-то разговаривали. Говорим. Вот сейчас он зашел. Апостол Павел. Ну в любой храм. Постоял бы. Спросил бы. А какой веры эти люди. Там ничего нету апостольского-то. Нету. Мы деяния апостолов как-то разбирали. 28 глав. По стихам. И мы не можем не найти ни одного стиха апостольским. Деяния апостолов. Где было бы совпадение с апостольским и с нашим. Совершенно другое. Им надо сейчас бы там Невзорова. кого там Лапкина. Зажать и спрашивать. Скажите. Что у нас еще не так. Пока не поздно. Им это не надо. Вот великий инквизитор у Достоевского. Как арестовывает Христа. Когда он говорит. Зачем ты пришел. Мы без себя царствуем. Ты мешаешь нам. И Христа тут же арестовали. Вот великий инквизитор там. Я не знаю. Видели или нет. Играет его Михаил Ульянов. Ой-ой-ой. Как они его поставили. Она у меня на форуме есть. Могу дать. Это сегодня вот выставили. Мне интересно. У меня не так мозги работают. Как у них. Я сегодня полегче. Хоть гнусавлю еще. Вот. Говорят. Против меня выступил Сыфтыкарский. И там. Хамты-Мансийский. Петерим. Метрополит. То ли митрополит. То ли епископ. Не пойму я его. Против меня. Он меня не знает из чего. Но я заинтересовался. А его обвиняют как раз в голубом лобе. Я про это не знаю. Но я его нашел. Когда стал смотреть где он выступает. Кажется он против меня. Я бы должен. У меня никак это не срабатывает. Я сам посмотрел. Он мне понравился. Он такой оригинальный. Он там выступает и против решений патриархии. Они неправильно. Против ненужных храмов. Где надо среди народа строить. А не на Валааме. Там. Не на Соловках. Где никого нету. Я его еще раз просчитал. Этого Петерима. Я не могу ему дать знать то. Поприветствовать его. А он мне понравился. Вот так. Звонок? Да-да. Так. Говори. Говори. А кто это? Ну давай. Сейчас. Так. Отец Павел приехал. Дверь-то не раскрытая. Установи этого пока. Прямо. Так. Отец Павел приехал. Которого с него арясу содрал. Не разобрал. А содрал. Магнитопон отобрал крест. Местный был епископ Максим Дмитриев. За то, что он тайно хотел записать. Спрашивал вопрос про крещение. Чтобы владыка сказал. А он бы своему порторгу показал. Гордиенка. Бывший порторг у них священникам. И он с него все содрал. И по сегодняшний день. Его отправили куда-то. Он на 7000 с него снял. Он сейчас зайдет. Богатырь там. Он бы их там всех разметал. Ну он стоял. Руки опустил. Ой-ой-ой. Это у меня вот за два дня-то Петерима. Я прям, ну понравился он мне Петерима. А что против меня говорит? А кто я такой, чтобы не говорить-то? Пока он на меня говорит, он другого не трогает. Вот что важно. Я его силы-то на себя отвлекаю-то. Я посмотрел. Он хороший этот. А за ним что говорят? А может и ничего и не было. Ну просто понравился. Вот так. Ну а где посмотреть-то можно, где он говорит? Против вас. А где? Где? Ну я даже не посмотрел, где мне скинули. Просто скинули. В администрации скинули. Вчера интересно случилось. Такое дело никогда не было. Я-то целый день вчера тамлюся. Горяченькое пью. Никуда не выхожу на улицу-то. Ну и сижу. Вечером сунулся. Ну надо посмотреть, что у меня в интернете делается. На форум захожу. Под своим именем все как положено. Положено. А ничего нет. Пустая страница. Я никакой операции не могу делать ничего. Все права отняты. То есть регистрируйся по новой. А как? Когда я главный администратор. Форум-то мой-то. Маленько погодя. Ольга зводит. А она супермодератор там кажется от администрации. Она сильно разбирается. Очень сильно. Я говорю ему тогда, давай выручайся. Что случилось? Он зашел, такого не видал. Ну мои права восстановил. Но он мудро сделал, когда форум образовал. Для меня сделал запасную регистрацию. И я по ней вошел. Что это такое могло быть? Главное, мои данные принимают. Но только чистая страница. Ничего нету. Я даже чуть к вам не поехал. Это системный сбой. Системный сбой. Так почему тогда на Ольгу он вышел. Системный сбой. У ней точно так же все права отняты. И пустая страница. А она в другом месте находится. Что-то там на хостинге. А? Это исправится. Это исправится. Это на хостинге. Не страшно. Не страшно? Может быть вирус какой? Или это они преследуют нас? Ну, у нас же ничего нет. Чисто религиозные разговоры. Но они ни перед чем не останавливаются. И вот которые... Тульское-то на меня скинули. Я вам кину это дело-то. Они меня сегодня развеселили так. Ничего нету нигде. А пресники, да... Ай-яй-яй. Это наши бывшие, которые были там, Волков, Шемко. Они там исследовали мои книги. И в них наши... Ну, правильно все написали. Я так говорю. И думаю, хорошо, что они выставили в интернет. И теперь новые хулители. Они это цепляют, а дальше не идут. Зачем, значит, так? По опресники. Они за эти опресники ухватились и трясут сейчас. Все на нашу пользу. Сейчас отец Павел придет. Я его познакомлю с вами. И вы увидите. Дальше Ермоленко, отец Павел и сын его Иван. Они приехали за Евангелями. Я им Евангелие тысячами даю. По тысяче. Сейчас приехали, очередной тысячу даю. Бесплатно, конечно. Он трудится. Трудится. Но сейчас он, кажется, перешел к Афангелу. Или кому-то. Так. Сейчас. Где они? В туалете. Они на машине? Да. Ну вот. Сейчас подойдет. Один с Ваней? Один. Один. Он сейчас пускает его разую. Там валенки дай ему большие. Я с Сергеем познакомлю его. Вот такой, дорогой брат, дела-то наши. Еще там изначим, как пришел однажды там материал какой-то, его не поймешь. Ваш собеседник журнал такой есть. Журналу смена приложения. А проректор у нас там Семкин, Борис Васильевич, академик. Он говорит, статья тут появилась про вас, говорит. Я, говорит, купил вам журнал-то в университете. Я говорю, а какая, положительная или отрицательная? Да я, говорит, не пойму, говорит. Вроде положительная, отрицательная. Ну и правда. Я посчитал, там еще такого нету. Вот. Он говорит, ну чего-то мы значим, что если нас в таких журналах печатают. Мы, говорит, понимаешь, любая антиреклама, это есть реклама. Валенки ему дай. Сюда подойдите с Павел. Я познакомлю вас с человеком, удивительной личностью. А, видел его? Давай сюда. Там прям, это, только валенки надень. Валенки. Иди ты, не пожалеешь. Сейчас ты увидишь его, героя нашего времени. Я вас познакомлю. Давай я тебя с Павел. А ты что, Ваню-то не взял с собой? Я. Ну ладно, плохо слышу я тут в наушниках-то где. Отца Павла осенью жена умерла, двое с сыном остались. Он дома построил домовую церковь. Приходит молиться. Его архиерей-то, когда всего лишил, ему жить-то надо. Он пошел в золотую скательскую партию. Потом давай вводить маршрутки здесь. Он не умрет с голоду. Свободное время рыбащит. Это архиерея трехни выкинет. Он как пугало на огороде будет стоять. А отца Павла не запугаешь. Так, ему стул. Возьми сюда, батюшка. Стул тащи сюда. Не снимай, что вот это. Прям вот это. Надень на себя. Наоборот. Ты сильно в этом выглядишь. Так импозантно. Вот так. Давай. Пускай крест видно будет. Не застегивай. Батюшка. Только внизу чуть. Возьми стул. Сюда подходи. Да вот стул можно держать. Так. Убери с дороги маленько подальше. Вот сюда. Садись рядом. С мир вашему дому. С миром прямо. Давай. Вот сюда рядом. Вот. Сейчас поближе ко мне, чтобы тебе видно было. Я вот сюда смотри. Вот. Это вот Сергей парализованный лежит. Ударился головой там и 10 лет, 12 лет уже лежит. Мы с ним. Миром больше. А? Миром. Вот отец Павел. Покажи крест у тебя где. Вот он. Вот он. Вот он. Благослови Сергея. Волосы. Православный человек. Он сильно помогает. Вот. Вот. Ты немножко сейчас сам скажи. Может там неправильно. Скажи на тебе, когда снимали подрясник. Его епископ снял или изорвал? Снял. Снял. Не рвал? Нет. А то некоторые говорят, порвал, изорвал. Я говорю, откуда вы берете? Я бы рядом, я бы знал. Нет. Отец Сергей говорил, порвал. Нет. 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 Ну вот. Ну вот он живой человек. Вот он самый. Про него речь как раз и идет. Нет. Это в каком году было? В... В... В 2002 году. В 2002 году. Я говорю, а как получилось, что... Почему он на тебя огневался-то? Ты пошел туда как? В епархию-то? С какой целью? А я бы туда и не пошел бы, если бы знал, что это получится. А я предполагал. Так. Вот. А... Началось то все с того, что когда Бог призвал на служение в 1995 году... Погромче говорю. Вам всякий слышен, нет? Когда Бог призвал на служение в 1995 году, то я сразу уже знал, что нужно ходить по домам, благовествовать, призывать народ на покаяние, в храм, в церковь, к Богу. Вот. То и начинал делать сразу из пристали. Вот. Затем я купил, значит, правила православной церкви, где начал понемногу читать и смотреть, что несовпадение идет наших действий с тем, что написано в правилах. Ну и так подумал, думаю, кто же есть-то, кто соблюдает эти правила. Если сейчас их начать соблюдать и крестить правильно, там, и все, поступать правильно, чтоб торговли не было в храме, и таинства безвозмездно были, то сразу запретят. Просто не дадут служить, потому что поставлено все на колеса деньги. Деньги, деньги. Все, плати, 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 плати. Поэтому, Господи, где такие люди, которые это все соблюдают. И вот прошло довольно-таки времени, до 2002 года, и через одну женщину я услышал, что есть такое село Потеряевка, вот, и она, говорит, я там, говорит, две недели была, она некрещенная, с сыном, и они в лагере были, и им очень понравилось, и, говорит, как в 18 веке побываю, побываю. Мы познакомились в Карабенниках с ней, она с московской патриархатики. Это там чудотворная икона, как живут туда из парки. И всегда туда ездят в Карабеннике летом, ну, и я думаю, туда ехать или не ехать, но Бог вот подобил туда съездить, значит, был промысел такой, что проснулся ночью, думаю, надо ехать, и поехал. И вот мы встреча была, думаю, там все знаю, там шалман этот весь, народ проходит, заходит, все выходит там, гул стоит в церкви, где можно всю эту дисциплину навести было. Вот, меня это не устраивало, конечно, что там такой шалман, все это, дисциплины совершенно никакой нет. И вот встреча с этой женщиной была, и она мне рассказала о Потеряевке, и я очень загорелся, думаю, поеду найду. Она говорит, а я дороги не знаю, говорит, найди мужа, а там 5000 человек, попробуй ее найди, этого мужа, среди этого всего. Ну, Господь сподобил и нашел этого мужа, он рассказал о дороге, где это, где свернуть надо, в каком месте, и потом в полях там искать. Еще надо спрашивать, еще там где бригады какие, и доехать там только через расспросы, иначе там в полях заблудишься. Вот, и, в общем, мы приехали, заблудились мы там, в общем, ночевали на бригаде. Вот, утром рано мы выехали, чуть рассвет начал. Вот, приехали мы в Потеряевку, ровно в пять часов, около пяти было. Я думал, там спят все, а там движение вовсю. Там уж трактора урчат машины, братья там, я подошел, бородатые, припоясанные. Я говорю, а где батюшку найти? А говорит, я говорю, наверное, спит? Нет, говорит, туда срано встает. Ну, я удивился, он пошел к батюшку, к батюшке там сказал. Батюшка вышел, мы с ним познакомились. Вот, и когда мне показали, батюшка повел по храму, показал храм, и, в общем, все, что у них по канонам все делается, я был сильно удивлен. Вот, и мне это все по душе было, потому что все это читал, думаю, где бы это все увидеть наглядно. Лагерь показали, вот, уставы, вот, думаю, привезу сына сразу, потому что надо учить. Слава Богу, есть такие, как Игнатий Тихонович, кто бы обучал детей, вот. И сразу домой вернулись мы, значит, там матушка была, и все, мы решили Ванника туда, в лагерь. Я тут же немедля, значит, его собрали и в лагерь его привезли. Вот, ну, вот такая вот у нас началась такая дружба, вот, с этих встреч. Батюшка, а можно узнать немного о плодах, вот, дружбы? Расскажите, вот, как вы благовестствуете, как у вас проходит благовестие? Ну, вот, значит, суть-то вот к этому-то что? Ну, я знал уже, это было в июле месяце, я уже знал, что меня запретят. Вот, уже через полгода я уже знал, что через полгода меня я не буду служить. Ну, а у меня свобода, я начал наводить порядки на тех приходах, у меня их было четыре прихода по разным, по Алтайскому краю. И там начал, значит, и благовестовать, и собрания собирать, вот, и рассказывать людям, что есть каноны такие, которые все позабыли люди-то, вот, и что по ним надо жить. По Библии, по Святой, вот, положили на аналой Библию, вот, и учение сразу пошло у нас, собрания, учения по Библии, по Святым Отцам толкования, вот, по Златоусту, все это, то есть на основании Священного Писания, по 19-му правилу 6-го Вселенского Собора, что есть мы не свое несем, а несем то, что Святые Отцы нам заповедовали, нам запрещено просто что-то от себя тяну какую-то городить. Вот, ну, конечно, вышестоящему начальству это все это не нравилось, они начали мне с проверки засылать, как-то там чего, подыскиваться, я-то вообще в этих интригах не понимал ничего, и не знал, что это там, что-то такое-то, а они начали подыскиваться под меня, вот, что это ты там делаешь, какие-то собрания устраиваешь, это, что это такое, вот, что это за область, Общину ты готовишь, общины создаешь, а я говорю, так, в уставах там написано община, в церковном уставе, что надо создавать общину, вот. Ну, и они, в общем, подыскивались и подыскивались мне, там и лжой разной всякой, и в итоге там на этом Игнатий Тихонович дал, значит, вырезку с журнала, где о патриархе, о видении было сказано. Ну, и я сопоставил, життя святых читал, там видения разные, сны и все прочее, явления угодников божьих, и я начал говорить, что вот патриарх, вот такое же видение было, как и тем в те далекие времена, с нашим святым видения были. Я говорил, вот смотрите, куда нас ведут, куда мы пришли, вот. И когда я это все начал делиться с людьми-то, все и дошло до Благочинного, а он бывший коммунист, а мы с ним, он меня недолюбливал, мягко говоря, все. И тут-то им попало, на чем можно, говорится, сделать, значит, свергнуть, так сказать, подыскаться под меня. Вот, и вот они вот на этом-то, и главная-то зацепка-то была вот в этом, вот, на патриархе. Вот, ты тут патриарха трогаешь нашего и все, я говорю, так, а я говорю, видение, життя святых откроешь на, нет учебника, значит, это книги, где бы не сказано о видениях, привидениях разных. И все, там все переполнено, и там. А как было, вы же за столом сидели, как ты беседовали, относительно крещения-то? А до этого вот приезжал епископ в камень, это было, это Максим, епископ Максим приезжал он в камень в августе, он посещал приходы, и там, где познакомился со священниками, вот. Вот, и я, там стол был, значит, после литургии, там стол, и священники собрались, 18 священников было, один дьякон, вот. И он спрашивал, есть у кого вопросы? Я поднял руку, он говорит, говори. Я встал и начал говорить о нарушениях крещения, что неправильно, без подготовки крестят, без научения, что торговля в храме идет. Это, говорю, надо прекратить, потому что это не по канонам, и, значит, у нас, говорю, еще реки не высохла, говорю, река Опь, еще озера вокруг деревень, все не перевысыхали, надо полным погружением, с научением крестить. А он меня спрашивает, а ты как крестишь? Я говорю, полным погружением, вот, с научением приезжает, вот, прочитай Библию, Евангелие, вот, заповеди изучи, экзамен сдай. Ну, и он, значит, начал сразу у благочинного справиться, а это кто такой? А это кто такой? Ну, ему благочинный-то и говорит, кто я такой-то? Гордиенко. Гордиенко-то. У-у-у, говорит, он-то загудел, прям, у-у-у, говорит, так ты раскольник. Так я говорю, какой я раскольник-то? Тут понятно, кто раскольник-то, не соблюдает-то ничего. Вот, вот они сразу ярлык мне навешали, ну, и все, вот с этого момента-то ему было задание дано. Все это следить полностью, все, за каждым шагом подыскиваться. Ну, а меня и до этого вызывали там на ковер, всякую клевету там, говорили-говорили, я все отметаю, вот, до еще Максима было. Я говорю, чего вы, говорю, собираете там все, какую-то клевету, какие-то кресты, какие-то крестики, кто-то что-то сказал. Я говорю, вообще этого ничего не говорил, вот. А еще был владыка Антоний, я говорю, один встает благочинный, перед вот этим собранием, перед заступлением епископа Максима, еще живой был Антоний, вспомнилась. Встает, говорит, а ты, говорит, не твои ли, говорит, слова, вы, говорит, а там наложили на налоги очень большие, то есть было, допустим, 400 рублей в декабре платить, а надо в январе уже 800, а морозы были минус 50. И метели, все замело, снежная зима была, морозная, не проедешь ни в деревня, никуда, на вертолете только можно долететь. Вот, а налоги огромные стали, то есть 800 рублей, и по деревням еще надо 600 рублей наколотить, чтобы все это подсобрать и отдать. И надо было уже 20-му числу было это все отдать, это весь, все налоги. А я говорю, так я и не ездил никуда, нет, нет, мы не могли выехать, запланировано, чтобы поехать на Рождество Христово, мы не смогли поехать, было минус 50. Мы пошли, просто помолились, в храм сходили. Ну и вот меня на разбор вытащили туда, почему ты не платишь налоги и все прочее. Вот, ну и один говорит, а я сказал батюшке, я одному говорю, так а вы, говорю, боитесь, трясете за сидушки свои там, вот, и плотите, вылазите вон из кожи и плотите. А мне, говорю, платить нечем, а я, говорю, за сидушку ни за какую не держусь, я, говорю, свободный человек. Вот, все они меня потрепали. Я говорю, это не твои слова, я, говорю, я, говорю, это истина, мои слова. То, что я говорил, я не отрекаюсь, он хотел меня. Ну и все, смотрю, батьки на меня смотрели, все голову вот так понурили, все опустили вниз. Стыдно, говорю, стало. Я говорю, ну что, боитесь, я, говорю, за сидушки, как вас вытряхнуть сейчас, аркерей. Ну и там начали голосить, кто меня ненавидел. Сана лишить, сана там лишить. Вот, Владыка посмотрел, говорит, да у нас это успеем сана лишить. Запрет? Нет, не дадим мне запрет, иди служи, работай. Он опять там налоги. Я говорю, да это налоги, говорю, по теме, одна деревня была там мертвая совершенно, что только не говорили, что только не делали. Придут бабульки, говорит, ты одна другую толкает, две бабки пришло. Говорит, ты свечку не покупай, а то поп разбогатеет. Вот, а мы это все потом, это все сняли. Я говорю, свечи бесплатные, сколько хочешь, бери. То есть, когда по канонам стали, я говорю, а вот святая десяти на Богу, это по Библии, говорит. Положил, кто желает, пожалуйста, вот, который хочет страх Божий иметь, платите. А у нас все безвозмездно, мы поставили все. Свечи поставили все, нисколько не стоит. Таинство безвозмездно, 23 правило 6 Вселенского Собора. Торговля в храме не ведется, 76 правило 6 Вселенского Собора. Поэтому все это установили и с научением, чтобы все было. Люди приехали, да, у вас бесплатно, бесплатно, ничего мы не берем, безвозмездно, все таинства. Покрестите нас. Нет. Говорит, заповеди, Евангелие прочитать, Библию прочитать, на вопросы ответить. Вот, и поп, что-то загнул тут. Я говорю, это не мое, это Божие слово. Говорит, идите, научите, все народы, запятая, крестя их во имя Отца и Сына, Ситага, Духа Матфея, говорю. 28 глава, 15 стих. Они, о-о-о-о, да, кому все заповеди, говорит, знаем. А человек 20 собралось, там, крестить им надо. Все, у них там шашлыки уже шуршат, все, вино, все, у них надо быстрее, быстрее. Все, я говорю, мы назовем 10 заповедей. Я говорю, пожалуйста, все до единого назовете, если совместно, хотя бы 10, мы будем крестить. Давайте на это же пойдем. Они начали называть. Ну, как всегда, не убей, не прелюбодей, не укради. Я говорю, ну, а дальше 7-то, кто будет называть-то? И вот они и так кружили, и так, и эдак. Ну, и больше ни одной не могли выдавить себя. Я говорю, ну и как? Вы 10 не назвали, я не буду крестить. Только 3 могли назвать. Ну, батюшка. Я говорю, да, у нас безвозмездно. Все, садимся по машинам, поехали крестить в камень. Туда, к ардиенке. Лоб помочить, все. Я говорю, ну, смотрите, куда хотите так езжать. Я говорю, он Евангелие предложил. А если бы священники бы мыслили, что, подожди, ты вы откуда приехали? С Веркова, да, ка там есть священник. Идите, он и вас учит. И у нас с научением. И у нас безвозмездно. Но с научением. Пусть своего священника и креститесь. Они развернулись бы, и все. И все бы так бы, священники бы. Да ка у нас Россия бы возродилась бы. Да с научением бы. Мы уже опоздали. Опоздали сейчас уже. Сектанты все прошли уже. Прошли везде в каждый дом. Вот. Заглянули. И все. Они сейчас, а люди сейчас сидят у зомби-ящиков, зомби-телевизоров, зомби-компьютеров. Они не могут отличить уже православие от сектанта. Очень тяжело поддается даже внешне. Ну, я говорю, где выходят. Да у нас уж были. Я говорю, кто был-то? Сектанты были. Вы православные от того видите. А чем отличается? Я говорю, да ка внешне. Я говорю, борода. Крестимся, молимся. Вот. А они? Ну да, говорит. Вот. Вот. Ну, мы им предлагаем Евангелие. Вот. Слово Божие. Рассказываем. Вот. Кто принимает. Кто в дом запускает. Кто так принимает. Вот. Кто на беседу приглашает. Домой зайдем, побеседуем. Вот. А Евангелие. Евангельская тема. Покаяние. Вот. Дарим журнал. Душа. Тоже. Чтобы по святым отцам они тоже там слово Божие разбирали. Батюшка. Ну вот такие вопросы нужно вот прям буквально ребром ставить и кардинально решать вот. Именно вот так резко. Не то, что там как-то какие-то плавные переходы, а именно резко все в церкви менять. То есть погружение, купели и тому подобное, да? Иначе ситуацию не поменять в стране. И вот один священник в камне на Абе говорит, я построю купальню, купель. Уже давно это, уже давно это идет, с 80-х годов, как значит крещение Руси произошло. И каждый священник хотел все построить. И кирпичи завозили, и еще что-то там, цемент. И все каждый хотел построить. И так по сей день не построено. И один хочет, я возьмусь и буду строить. Вот. Ну и благочинный-то и говорит. Я говорю, тебя первого там утоплю. В этой купальне. И все, и на этом все кончилось. Вот. Вот так вот. Начальники. Я говорю, вот выступил, когда на собрании опять возвращусь туда, на этом. Я говорю, купальню надо, эти, бактестерия строить здесь, в храме. Вот. Делать. Я говорю, ну что, сейчас вот покрестили, говорю, лоб помочили. Вышел он на порог храма. Я говорю, тебе что-нибудь рассказали о Христе, о Боге? Нет, ничего. А креститься умеешь? Да нет, ничего, я не знаю. И он тут же ему лоб помочили, деньги взяли. Он тут же табак достает сигарету, закурил. Я говорю, здесь нельзя курить. Выходите и бросайте это дело грязное. Все. Ну и спрашиваю священников дальше их там, а Дух Святой сошел на него или нет-то? Ну и никто не может-то сказать-то. Ну если сошел, он уже бросил бы курить и материться, и злиться. А если же не сошел, то и нет ничего. Он тут же курит и пьет, и матерится. Вот. Люди-то должны это же понимать, что кого они крестятся. Если он курит, да какое крещение-то может быть-то? Ну а когда архиерея не против был полного погружения к крещению-то, а местный ваш стал как бы против, и ты решил тогда слова и владыке записать, как это было? Ну и когда здесь разговор-то еще за столом идет, 18 священников-то сидят, понурили голову. Я говорю, ну что, надо же крестить-то правильно. Он говорит, ты раскольник. Ага, чтобы правильно крестить. Я говорю, да каноны это гласят. Патриарх, говорю, Алексий II тогда был еще живой. Я говорю, он много раз во звании говорил и писал пастырем, чтобы где этих баптистериев нет, не крестить. Деньги не брать. А я говорю, генерала своего не слушаются. Ну ты послушался, и все, остальные будут тоже прислушиваться, тоже наводить порядок. Я говорю, да каноны надо соблюдать. А потом дальше он, епископ Максим говорит, а я и не думаю их соблюдать. Я и не думаю, что их нужно соблюдать. Вот так вот. Ну и вот после вот этого, когда он сказал, что я не думаю, он думаю, ну давай-ка, это все надо записать бы как бы на диктофон, чтобы он сказал, что я не думаю, что их нужно соблюдать. Вот такая мысль была. Не что-то там как-то его подсидеть, там унизить, там или еще что-то. У меня даже и мыслей таких не было, там или куда-то-то вынести. Вот. А так вот, чтобы Гордиенко послушал, что нужно это делать правильно, потому что у нас зашел вот именно по поводу этого крещения и торговли в храме, без научения, всего это народ вне научения находится, в темноте. Вот. Ну и с народом с таким легко сладить, который неграмотный-то, ничего не знает-то, в обмане живут. Вот. И вот они поставили цель меня убрать. Начали подыскать. Ты как-то решился, пошел-то с собой магнитопонку же взял? А нет, это меня, у меня его и не было. С собой. А вот он привез Никита в епархию, передал мне его. Я говорю, я не знаю, даже пользоваться, но он показал. Включи на кнопку сюда и все. Ну я положил в карман-то и все. Туда. Ну и как он обнаружил или как? Почему он так? Он начал, значит, это, ну тоже там, значит, клеветы разные было. Я говорю, нет, это, я говорю, не мое. Ты там, говорит, не причащаешь людей, которые там приняли ННН. Я говорю, до такого вопроса даже не стояло никогда. Я говорю, это дело добровольное, как хотят. Наше дело исповедовать, чтобы люди каялись, во грехах своих исправлялись, не грешили, а это дело любого. То есть клеветы они не могут нигде. Да, клевета. Одно, второе, я говорю, отметаю, клевета, клевета. Да ты за патриарха не молишься. Я говорю, такого еще и не было. Я говорю, первый раз. Я говорю, вот, Гордиенко сидит, поднимите его. Он встает. Нет, ладыка, он против патриарха ничего не говорил. То есть поминал, все. То есть, чего только не придумают. Ну и затем он видит, значит, я говорю, надо же людям-то, чтобы правильное крещение давать-то. Полным погружением, с научением, с канонами соблюдались. Как вы, благословляете, чтобы все священники так? Он молчит. Я ему трижды этот вопрос задал. Архиерею. Архиерею, да, говорю, вы благословляете, чтобы по канонам священники все служили. Максиму Дмитриеву, который великий сейчас. Благословляете? Молчание. Я ему третий раз этот вопрос задаю. Благословляете по канонам служить всех священников, чтобы правильное крещение было, торговли не было. Молчание. Ну, молчание, понятное дело, что предается молчанием Бога. Ну, это-то все записалось. Ну, и он, молчание. И он, смотрю, сильно на меня злится. Не знает, как меня достать. Я сижу, видите, тут судьи рядом сидят, священники архиепротерии. Ну, и он меня начал запугивать, чтобы сломать-то там и милицией, и полицией, и психушками. Я тебе сейчас вызову. И он раза три. Это я сейчас вызову психушку. Да у меня тут друг генерал КГБ и все прочее. Я говорю, ну, а потом, думаю, еще сейчас скажет, думаю, давай разыграем эту комедию до конца. Он промолчал, разъяренный. Отдай крест. Я говорю, да вы мне его не вешали, говорю. Мне его, говорю, подарили и благословили. Я говорю, а вы его мне не давали. Отдавай крест. Я говорю, не отдам. Он соскочил, ко мне подбежал, давай сорвал с меня крест. Это епархия была? Епархия была. А кто там был? Священников-то был? Священники. Метельницкий Константин, Александр Войтович, Протерий, Гордиенко. Может, еще кто-то был. Вот эти вот трое точно были. И вот при свидетелях, вот это он напал. Значит, я после того, как он крест меня содрал, я развернулся, пошел к выходу. Вот. Значит, меня пригородил Метельницкий дорогу, и он кричит, не давайте выходить ему. Вот. Я тебе сейчас вынесу решение. Ну, ладно, решение, решение. Ну, и он говорит, ты запрещаешься в служении. Я говорю, хорошо, назовите правила. По которому я запрещаю служение. У нас их много, очень, почти тысяча. Назовите. Не может ни одного правила назвать. Я говорю, давайте, решайте по правилам. Судите по правилам. Потому что самое высшее, это вящее написано. Высшее. Суд, милость, вера. Бог сказал. Судите правильно. Они ничего не могут. Все. Злоба там поднялась страшная. Все. Он после этого запрещает меня и сдергивает рясу. Все. Ну, а там у меня в подряснике был уже ряса сверху, а под низом подрясник был, как положено. Там у меня магнитофон был. Все. Ну, его увидел там, значит, что он... И забрал его. Вот в то время, то он не думал, что его уберут отсюда и в такую дыру закинут. А это должно было случиться. Бог в дальнейшем открыл все это. Что это был в это... Что с ним Господь решил. Значит, отнял от тебя он крест твой серебряный, рясу снял с тебя и магнитофон. Да. И ничего не вернул. Ничего не вернул. Ну, а я по этому поводу к нему и не стал ходить, даже чтобы забирать. А вот на примирение я с ним пошел. Во второй главе, во второй книге Иоанна Златоуста там сказано, и Господь Евангелий говорит, иди, примирися с ближним своим, а потом принеси жертву мне. Примирися первый. И вот Златоуст, Иоанн Златоуст говорит, святитель, говорит, ты первый сходи, примирися, ты венец получишь. А если он придет, который тебя изобидел, он получит венец. Ну, я пошел к нему примиряться. И меня на проходной, кто ты такой в епархии? Там стоит охрана семинаристов. Я говорю, такой-то, такой-то он записал. По какому поводу? Я говорю, на примирение иду. Ну, проходи. Пошел, значит, сел, к секретару и сообщил, что я такой-то пришел. Сообщите Владыке Максиму. Я пришел на примирение. Он сообщил, никакого не вызова, все. Он оттуда, значит, послал гонщего. Этот несется за этим, за который меня пропустил сторож, семинариста. И он говорит, я говорю, ты что? А, говорит, Владыка меня вызывает. Сейчас, говорит, мне уже сообщил этот. Говорит, меня в семинарии выбросят за то, что я меня пропустил. В епархию? Да, в епархию меня пропустил. Меня сейчас в семинарии исключили. Я говорю, садись. Я говорю, он меня объяснительную требует. Я говорю, садись, пиши. И я ему продиктовал, на каком основании он меня пропустил, что пришел я на примирение по Евангелию. Вот, примириться с Владыкой, чтобы у нас никакого, значит, обиды и зла никакого не было. Вот, он это все написал под диктовку. Я говорю, отдавай, вот, чтобы Владыка знал. Ну и все, он отдал, вот, мирно обошлось. В общем, он не вышел, ничего больше дальше не было движения. А ты после этого приходил в Покровский собор здесь на моление? Как тебе относились на благослужение? На Покровский собор мы приходили неоднократно, молились и в храме. Или в алтарь даже не хотели пускать? В алтарь, по первости, мы входили, вот. Ну, а в дальнейшем, в общем, не стали пускать в алтарь, не исповедовать не хотели, не причащать, вот, ничего. Вот, потом дальше мы, когда благоествовали с Игорем Дебуновым в одном селе, значит, Тогуле, вот, и приходили в храм молиться, то нас с храма начали гнать оттуда, там, батюшка ихний. Они везде одни. Я говорю, вот, был Шестой Вселенский собор, праздновался, в августе, там, в конце он празднуется. И мы, он, батюшка, выступил, надо нам, вот такая проповедь, я концовочку так возьму, что нужно нам соблюдать постановление Шестого Вселенского собора. И тем самым мы, значит, верные будем и делами почтим своих святых отцов. Ну, и когда вот закончилось все, ко Христу подошли, вот, и там собрались люди крещения принимать, лбомочения. Ну, и я им говорю, говорю, вот, по Шестому Вселенскому собору должны правильно вас, батюшка, погрузить, а прежде научить, и безвозмездное. Вы заплатили, говорю, денежку-то? Заплатили. Так вот, вы сейчас подойдите к кассе-то, заберите свои денежки, батюшка будет безвозмездно платить, ой, это, крестить, делать, а вы денежку заберите, потому что за таинство не платятся у нас денежки. Как он все это услышал? Да как это бабушки-то услышали? Они там как поднялись на нас, нас выпроваживать из храма, говорит, на кулаках будем выносить вас. Выгнали нас за это. Так я говорю, говорю, вера-то с делом не должна расходиться. Ты же сказал, поверь, вот так вот надо дела делать, чтобы все было безвозмездно, все, ну так давай. Какой рост, скажи, рост какой? Метр восемьдесят два. Восемьдесят два, а вес какой? Не могу сказать. Ну, мне кажется, не 70 килограмм. Больше, да. И они решили бабки вас выгнать? Выгнали, вытолкали нас. Прям вытолкали? А Игорь у вас не меньше вашей комплекции. И Игоря там тоже зацепили. Ну и после этого-то все у нас пошло. Он начал на нас бумагу написать, поехал в епархию. Там, видно, составили ни одного предложения, значит, с Евангелия. Мы с Игорем тоже составили все с Евангелия. Там где-то двенадцать евангельских мест о благовестии. И мы его звали, этого священника, пойдемте на благовестие. Вячеслав звать? Вячеслава, да, звали его постоянно. Пойдем с нами на благовестие, звать людей в храм, молиться, в церковь. Он с нами не пошел. Мы ходили, вот, и у сектантов там были их тоже звали, чтобы они покаялись. Вот, и когда, в общем, они, он написал, что этим двоим, которые ходят в черных рясах, их нельзя принимать. Вот, ну, вот такая статья была. Ну, и мы в противовес, это, значит, другую статью выпустили через, это, так сказать, в районной газете, паритет был, чтобы... Там какой-то редактор главный, Эрлих был. Редактора не было тогда, а у него, он говорит, я бы статью бы эту не выпустил, потому что я вижу, что это направлено на разделение. Вот, но я говорю, ну, а сейчас надо так, чтобы равенство было. И вот это равенство выступило газета, выпустили газету, там мы и сектантов подняли, что они, значит, были когда-то в храме Божьем, люди, которые многие сектанты подались, вот, видели, увидели не расхождение слов Иисуса Христа с делом священническим, и они, говорит, мы покинули храм, церковь, и создали там свою группу, ну, вот, пятидесятников, у него пятидесятников. Поэтому люди-то наполняются, выходят-то из храма-то, самые такие бы, которые приносили бы пользу, молодые, здоровые, и они видят расхождение веры с делом, и они покидают, и идут в разные секты, и там образуют, и на этот, который там был, он пришел в церковь, там и крещение как бы принял все это, лбомочение, правда, вот. И когда ксетанты-то ему дали в руки-то Евангелие-то, а он-то до этого же неверующий был-то, он пил, там, валялся под забором, он с кафедрой выступает, а сейчас он с кафедрой выступает, как его Бог исправил, как он убоялся Бога, да, как он по-другому начал жить, да, в семье направилась, ну, явно, что Бог-то действует-то, страх Божий-то, любовь к Богу-то, понятное дело, ну, это секта, вот, но он туда ушел, а он бы Бог здесь быть, и он был здесь, но его не удержали священники-то, ничем, потому что нарушали, 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 а он священник, и, говорит, я возил в епархию постоянно, и вопросы задавал по Евангелию, а они, говорит, не могут ответить мне ни на один вопрос, священники-то. Почему, говорит... Скажите, в каком году все это происходило? А это уже после, мы пошли на добычу золото искать в тайге, вот, это 2004 год уже, наверное, пошел, вот, был. Это государственная организация по золотодобыче? Да, государственная, по золотодобыче государственная организация, мы там устроились, и по тайге выезжали. Так, вы знаете, что этот Вячеслав приезжал в священник-потеревку? Да, слышал. Что интересно, когда он у нас побыл здесь, а он такой щупленький, ну, сравнивать по комплексу не приходится. А там наша знакомая сестра. Вы знаете, о ком я говорю? Да, да, да. Вот. И она говорит, он когда приехал, мы, говорит, его не узнали. Он какой-то весь просветленный. Прям так его коснулось, это первое время. Я, говорит, где был-то? У них, говорит, все один к одному, это в Потеряевке был. Ну, и правда, он нигде не возникал, ничего не говорил. Но постепенно поддержки не было. К тому все вернулось. Ну, и вот он когда... А мы устанавливались вот у одной сестры, там, вот, я говорю, вот сейчас на тебя будет гонение за то, что мы у тебя чай попили. Вот, попомни мое слово, вот этот вот священник, он будет против тебя, войной пойдет. Мы мирные, но только как заговорим, а не к войне. И вот войну он открыл серьезно. Она там все, и просверы пекла, и накрыли сипела, и полы мыла, и там, ну, все вела, всю деятельность вела. Вот, и всегда первое, везде, везде первое. Я говорю, вот сейчас тебя посмотришь. С крыльца уберет, просверы отставить, с храма тебя погонит за то, что вы нас принимаете в воскресный день, мы приезжаем, вы чаем нас поете, вот за это тебя погонят, что, что общение у нас идет. И точно. Вот, я говорю, а ты потом посмотри на душу, это как у тебя будет? У тебя будет спокойно и мирно. Ты только нигде не выступай против этого, подчиняйся. И она так и сделала. Говорит, он ее убрал. Говорит, как ты, батюшка, это видел? Да я, говорит, я знаю. Говорю, волки-то, в овечьей шкуре-то, они по-другому-то не могут поступать-то. Ее убрали с крыльца, просверы тут же запретили печь другому кому-то. Все, ее выгнали, это, стой, мол, вон там, Кайси, в притворе. Когда он ходил, так, чтобы она не попала в этот круг. Да. Когда батюшка обходит, так они ее за круг, чтобы вытолкнули. За круг вытолкнули, все. А и все из-за того, что только что вот с нами она приняла и чай попоила. О как! Чаем попоила. А и пришел домой и выяснял, а пили мы ли там или нет? Пьем ли там вино там или пиво? А мы вообще трезвый образ жизни. Какой там пить-то? У нас другие задачи стоят-то. А кто у вас там был такой, который говорил, что с Потеряевкой разговаривать, поехать да сжечь их? А, это Афин и Романах был. Ну и стоим в алтаре, все там причастие произошло, все там причастились. Я говорю, ну вот, Потеряевка, как ты вот относишься к Потеряевке-то? Да как отнестись? Надо поехать да сжечь ее. Я говорю, да ты что, в своем ли уме-то? Это после причастия, в своем ли ты уме-то? Батюшка, ты что? Там же дети. Как же можно сжечь-то? Там люди живые. Ну тогда, ну вот, разорить ее всю надо, разогнать. Я говорю, да ты что? Так нельзя, говорю. А когда Ваня твой был и приехал, они не стали его исповедовать, причащать? Вот, и Ваня вот последний год как-то ездил. В лагерь? В лагерь. Он уже подзрослел, мы его отправляли уже, я говорю, ума-разум, наберися. Вот. И вот он ездил, он всегда довольный, с лагеря приезжал. Он папу с мамой уже после лагеря строит, как надо жить. Вот, нас уже учит. Ну и это, приехал, и уже гонения-то сильные ополчились, потому что после той статьи, как там побыли, все это было донесено архиерею. Там уже ни кресту не подпускает целовать, ничего. Там страшное гонение. Пошло, пресс пошел просто. Немоверный. С крама гонят. Ну я думаю, ну я буду затерпеть до конца, пока вообще не выгонят. Ну и это... Иван готовится, хотел причаститься. Вот, перед школой. Значит... Ему сколько лет уже было? Я сейчас не могу сказать, сколько. Ну лет 14, наверное, так, 15 был. Ну, рост, рост. Вот. Было. Он хотел перед школой исповедоваться, причаститься. Так вот он подошел к романаху. Отойди от меня, не буду тебя исповедовать. Все, он пошел к другому священнику. Я тебя не буду исповедовать и причащать. Все. А почему? А почему ты? Он говорит, ты скажи, что в Потеряевке там еретики. Я, говорит, не могу сказать. Там очень добрые люди. Умные, грамотные. Они не еретики. У них все правильно, по уставу. Вот. Нет, ты скажи, мы тогда тебя будем причащать. Нет, я, говорит, этого не буду. Ну и в другом его ломали, он устоял. Вот. Хотели клевету разную там навешивать. Он говорит, нет, нет, нет. Все. Я слышал такое, отец Павел, что будто бы ваша жена, Надежда Павловна, говорила, что я, говорит, напишу там до патриарха, говорит, чтобы это дело разобрать. Все как так? Не наисповать, не причащать. Вот они не наисповать, не причащать, ничего. Детей все, гонят. Ну и в дальнейшем вот это все накапливается. Они все четыре там собрались, чтобы нас полностью не допускать до храма. Ну вот постановление там между собой постановили. Но это не без архиереи, конечно, это все дело. Ну и мне вынесли такое. Вот. С первого, как говорится, я там между делом, когда бывал в храме, я говорил проповедь, благовестовал по теме евангельской, которая была. Они многие не выходили там говорить и ничего. Ну и говорил, и мне просили прихожане навести порядок, дисциплину, потому что там не молитва, а базар. Гул стоит и все. Пришли, только общаются между собою. Ну я взял проповедь Иоанна Златоуста, сосветителя, вот, с книги. И по поводу того, что как вот они приходят, для какой цели вообще нужно приходить, молиться, общаться с Богом и молчать. Порог храма переступил, ты замолчал. Больше от тебя никаких слов не слышно было, кроме как ты молитву деешь. Бог и ты, больше никого. А если вы разговариваете, то вы пришли со своим навозом сюда. Навоз принесли свой. Этот навоз здесь трусите, сеете все это, заразу. Бог гневается на вас. А потом вы болящие, вы уходите отсюда. Они здоровые, болеете потом. Ну и когда они услышали про навоз, их это очень оскорбило. Это, говорит, молитва у нас, говорит, пропала после твоей проповеди. Это слова Златоуста. Да, я говорю, это не мои слова, это Златоуста. А женщина, говорю, в храме молчит. В Евангелии написано. И епископ, священник, диакон, говорят, и посвященный чец. И крылес поет. Все, остальные молчат. И вот они после вот этой проповеди постановление сразу вынесли. Гнать его, чтобы ни одного духа. И мне так объявили, чтобы твоего духа здесь и вас вообще здесь не было. То есть моей семьи. Если вы еще раз придете, мы вызовем полицию, милицию, ОМОН. Психушку натравим на вас и братков. Там у них связи есть. Братки. Все. То есть вся опора ихняя. Московского, Московской Красной Церкви. Все. То есть все натравить на одну семью. Чтобы вашего духа здесь не было. Ну и после я этого ушел. После мы думаем, ну что больше там делать нечего. Все. Выгнали. Это был последний накал оттуда. Все. Надо кому-то искать, где-то находить архиерея. Вот по правилам истинного. Первое правило Василия Великого. Что найди истинного верующего архиерея. И к нему под его омофор пойди. И Господь благословил. В общем так. А Ваня после этого плакал. Дома пришел. Плачет. Я говорю, Вань, а что ты плачешь? Все Господь образует. Все так должно и быть. Я говорю, вот смотри. Вот Игнатий Тихонович написал открытым оком. Там 8 писем епископа катакомбного. Я говорю, прочитай. Давай вот. Послушай. Ну ему начал читать. И это как бальзам на сердце началось. Вот. Я говорю, смотри. Где мы были-то? Глаза-то это все открывается. Что это красная, не каноническая церковь. А в чем дело-то? Мы благодать не отрицаем. Благодать есть. Все хорошо. Но обман стоит. Ложь стоит. Смешана истина со лжой. А это надо разделить. Это вот на сегодняшний день мало это кто понимает. Это Освятитель Аверки Тауших в зарубежной церкви. Он говорит, раздели, говорит. Отдели ложь от истины. Все, чтобы истина в тебе только была. А лжи, чтобы там никакой не было. Ну и он после этого успокоился. И мы перешли по домофор Русской истинной православной церкви. Вот. Архиерея. Там у них кто митрополитом-то? Тихона. Там выше не можно. Архиепископ Тихон. Архиепископ Тихон. Омский. Омский. Пасечный фамилик. Да. Мы под него пришли. И благословен тот день. Вот. Благодарим Бога. Всегда. Поем Богу Аллилуйя. 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 Вот. И дома возрадовались, когда приехал оттуда. Вот. И когда Божественная Литургия была у нас. Было очень чудно. Господь посетил милостью. То есть душа отошла от всего. Вот. Это то, что там делалось. А вы еще сейчас приехали до суда? Я сейчас приехал. Взять у Игнатия Тихоновича. Он благословляет Евангелие маленькие. Одна из книг Евангелия от Иоанна. Святое Благовествование. Одна из книг Святой Библии. 7-7 книг. Вот одна из книг Святой Библии. Для распространения. Потому что они быстро расходятся. Люди желают получать... Я вам еще тысячу сегодня даю. Последнюю. Васи Христос. Уже не первый раз приезжаете. Батюшка, вот такой вопрос есть. А епископ ваш знает всю эту историю о вас? Да, я это приехал на собеседование. Мне батюшка Аким дал телефон своего друга, отца Василия. Я с ним созвонился. Вот. И на какой день, значит, была назначена встреча. Вот. И я приехал на собеседование. И они меня выслушали. И я был удивлен. Там, то есть, какие наши, тут, говорится, тогда, когда я был еще в московской, архиереи. Не подойдешь и не подъедешь, и не достучишься, и не зайдешь. Все на закрытых, и на дверях, и все. Вот. Запоры. Там неприступно все. И как все просто с тем архиереем, и с теми архиереями, которые именно ближе к народу, живут именно с народом. Вот. Я был, конечно, удивлен и поражен той простотой. Вот. И встречи, и общения, духовного общения. Вот. Он меня выслушал. Я его спросил, какая ваша вера, основывается ли она на Евангелии, на канонах. Вот. Вот. Православный, он говорит, да, у нас все это идет, и все. Мы также людей готовим, занятия идут, и потом полным погружением, крещение у нас идет. И все это безвозмездно. Торговли в храме нету. Вот. У них не торгуют тоже ничем этим, никакими там свечами и все и прочее. Вот. Свечи только восковые. Вот. Отдельно. Поэтому это все было по душе. И все это было видно. Вот. И постоял, и в храме помолился, чувствовался благодать Божия. И в дальнейшем он назначил время, когда приехать. И еще раз приехал. И тогда уже там другие священники собирались. Я рассказал вот это все, то, что, как мой путь был жизненный. Вот. И они меня приняли по милости Божией. Даже если бы и не священником, я бы так бы просился, бы просто, значит, под их амофор, чтобы быть единомысленными. Вот. Но Господь благословил служить. И так вот Божией милостью недостойный грешный раб служил. А почему у них вот этот гнев на вас вдруг распространился на сына и на вашу жену? Что даже из храма вас гнать надо там и ОМОН вызвать, и братков на вас натравить? Я не могу ответить это за них, потому что это от них как бы этот гнев был. Вот. И злоба. Ну, а мы знаем, злоба-то от сатаны. За ними сатана стоит. Но они-то как бы добрые, священники, хорошие. Вот. Но допускают врага до себя. В Святой Библии написано, не давайте место дьяволу в себе. То есть, это главная задача каждого священника, работать над своей душой. От того узнать, что вы, мои ученики, если любите друг друга. Любовь на первом месте должна стоять. Любовь в сердце к Богу, всем сердцем, всем помышлением, всем разумением, всей крепостью своей души. Четыре раза. Всем, 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 всем. И ближних своих. Ну, а как мы можем Бога любить, если ближних своих будем ненавидеть? Конечно, нет. Поэтому, любим ближних, любим Бога. Любим Бога, любим ближних. А как это было, что священник на исповеди так узнал, что мои книги там у кого-то есть, и выманул их, и назад-то не отдают никак? К Новый Завет там у бабушки какой-то. Мы на каждом приходе старались оставить Новый Завет в толковании блаженного феофилакта, архиепископа болгарского. И по нему проводили занятия. Ну и когда, у меня их там четыре прихода, и когда меня не было, то они сами должны в воскресный день собраться, помолиться и по книге позаниматься, почитать. Одна читает, или один читает, а другие все слушают. И толкование, чтобы духовное размышление было обо всем. Ну и когда меня убрали, то священники полетели сразу по всем приходам, и все, что там было, они начали сжигать. А там было 300 томов патристики. О крещении правильном. Игнатий Тихонович давал газеты. И о посте, о том, чтобы бросить курить, пить, о пьянстве. То есть это все было выписано со святых отцов. И они этот костер начали сжечь-то, с этого всего материала-то. И бабушкам говорят, кидай в костер. А они у них страх Божий, говорят, да вы что, батюшка, это же газета, это материалы. Кидай, говорит, Евангелие в костер, а то я сам кину. Нет, батюшка, не будем кидать. Библию, говорит, не читайте. Библия на налое лежала. Не читайте Библию, святую. Не надо, ничего. Говорит, кто читает Библию, с ума сойдет. Да кто-то они только умалчивают, что с ума-то. Ты с мирского сойдешь, да на божественный ум взойдешь-то. Они-то это не договаривают-то. Вот. Ну и они перестали собираться, перестали Библию чтить. Все это торговлю у них опять, они все на свои круги возвратили. Все это, чтобы все в торговле было. Вот. И вот это Евангелие, у них там трехтомник оставался. На руках у них в церкви была одна книга. Ну, Нового Завета, первый том. И они ее, я, говорит, конфискую ее, заберу, и там мы ее сожгем в камне. Ну и когда мне позвонили, говорит, о его на сжигание, я сразу звоню ему, говорю, выручит-то книгу-то. Я говорю, смотрите-то, не сжигайте-то книгу-то, отдай, верни мне. Ну, в общем, они мурыжили где-то месяца два, наверное. Кое-как от них вырвал. Они постановление сделали, сжечь эту книгу. Ну, Игнатий Тихонович рассказывал, что один священник-то, говорит, пришли, прихожанам хвалятся. Вы чувствуете у нас тепло в храме? Чувствуем, батюшка, так я Новым Заветом, говорит, протопил. Ну вот. Втолкование блаженного Феофилакта. Трехтомник сжег. Какие рамки входят? А как это было, какая-то женщина у вас, когда вы хотели убрать вашего благощинного, гардиенка-то, она за него заступалась. Ей вроде давали книги, она их не хотела считать, наши книги. А потом попала для Слова Божия не туз. И она говорит, ой-ой-ой, что же я делала, заступалась из-за этого. Да. Это кто так было, как было? А вот Евгения Михайловна, она, учительница, она там благоговела перед батюшками. Она их ставила якобог. Вот. Все, она ходила, только к батюшкам, и 20 лет. Вот. И она начала, когда она услышала, надо Библию читать. Прочитала Библию. А раз учительница, у нее вопросов масса, она написала целую тетрадь. Ну и принесла гардиенка благочинному. Отец Николаев. Да, отец Николаев. Ответьте мне на эти вопросы. Он полистал, посмотрел. Говорит, закрой-ка это все и выбрось, разорви. А Библию не читай. А ходи и молись. И вопросов никаких не будет. И так она и сделала. Поставила Библию, тетрадку выбросила все. И ходила, молилась. 20 лет, говорит, сдря сходила, промолилась. Это город Камин-Наби. Да, город Камин-Наби. И в дальнейшем, когда я к ней снова пришел, говорю, вставь авторитетом Библию. Вставь, говорю, вот, чтобы святые отцы у тебя были на первом месте. Начни читать. Она начала все это читать. Дал ей книгу Игнатия Тихоновича Лапкина. Для слова нет, для слова Божия нет уз. Она, у ней глаза открылись. Ой-ой-ой. Да куда ж мы пришли? И куда ж мы, куда нас привели? И что ж мы так заблудились? Вот, ну и, в общем, она стала все это снова осмыслять. Вот, на куда нам идти дальше? Я говорю, ну я ей сказал, говорю, у нас служба идет в служение. Желаете раз нас посетить, посмотреть? Ну вот, придите, мы не откажем. Вот, ну и они решили приехать нас посетить, посмотреть, что у нас за служение. Вот, идет. Ну и когда они побыли у нас в храме, они не захотели уходить никуда. Вот, они покинули московский патриархат и перешли к нам. Они почувствовали разницу неба и земля. Ладно, ну что, Сергей, вот все, видишь, как Господь устроил. А я как раз что-то тут коснулся отца Павла, про Евангелие речь зашла. И вот он тут стоит, тут ворот звонит, приехал, а у нас ворота открываем попозже. Вот как интересно. То раньше откроем, никого нету, попозже кто-то приедет. Вот, вчера интересный случай. Зашел к одной, значит, по домам. Вот, и одна говорит, проходи, проходи, женщина. Там у нее бабушка, вот, старенькая. У нее сын и дочка. Ну а сын мне по дороге встретился. Вот, вот, ему, говорит, зайди вот в этот дом, там у нас родственники мои. Вот, тоже им подари. Я ему подарил это, милости Божию, Евангелие и книгу душа. И к ним зашел. Она говорит, проходи. И вот, я представился, что с православной церкви, я довествую о Христе, о Боге, о покаянии, чтобы покаялись. Ну и она, значит, там вопросы разные были, разобрали. Вот, говорит, я чувствую, что она, я говорю, мы молимся, надо семь раз молиться. Семикратно в день прославлю тебя за суды правды твоей, Господи. То есть, семь крат, семь раз встать на молитву. Я говорю, вот, подвигнуться на молитву надо, молиться и читать Библию святую. Ну и она, говорит, а я согласна помолиться. Я говорю, она сидит без платка, значит, юбки нету. Я говорю, юбку надо длинную надеть, у нас правило. И платок на голову. Ну и она начала тут искать это все, не может найти. Бабушке забрала платок. Вот, говорит, дай я помолюсь, бабушка в платке сидит. Вот, дай я помолюсь. Я говорю, ну, хоть какую-то накидку, простыню там. Она взяла простыню, замоталась, я говорю, вставайте. Вот, встали. Все как положено. Вот, благословен Бог наш. Всегда на непрестный и во веки веков. Аминь. И царю непрестный прочитали Три Святоя. Вот, тут у нас еще есть молитвы, прошения, просительные. Вот, всех святых помянули. Ну, если желаете послушать, я мог бы сказать. Мы прощаемся с Сергеем, отпускаем его. Здесь вот, может, на пользу будут такие прошения. Прошения очень интересные. Я еще не досказал. Вот, то есть, человек хочет общаться. И вот, начал молиться, там, всем святым, перечисления. Ну, и там такие вот прошения у нас есть. Мы включили, значит, семикратную молитву. Это благодарение. Три молитвы. Благодарный, исущий, недостойный раби Твоей, Господи. От Твоих великих благоденея избывших. Славящий Тихвалим, благословим, благодарим. Поим и величаем Твоей благотрубие. И рабскую любовь пиемти. Благодетелю спаси наш. Слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Твои благодеяния в даров Тунея. Корабе непотребнее сподобшийся Владыка. Тебе усердно притекающее. Благодарение по силе приносим. И Тебе, как благодетелю Творца, славящего пием. Слава Тебе, Боже, все щедры. И ныне и признаю во веки кофами. Благородица христианам помощницы Твоей. Представь, тестостежавший раби Твои. Благодарна Тебе, вопием. Радуйся, Пречистая, Богородица Деву. И от всех на Тебе Твоей молитвы всегда избави. Иди навскоре, предстательствующая. Дашь мне, Владычица, чистоту сердечную, простоту сердечную, сыновню и доверчивость, преданность и любовь Тебе всегда на ней пресна и во веки веков. Аминь. Дашь мне, Владыка, человеколюбчий, сердце незлобивое, простое, открытое, верущее, надеющееся, любящее, щедрое, достойно местилище Тебе, все блага Бога. И жене от меня всякий грех, всякий плевел, садила мне добрую пшеницу для Царства Того Вечного. Замолит святые Твои матери, святаго правильного отца Накронштадтского, святаго царя-мученика, страстотерпца Николая, царица-мученица Александры, царевича-мученика Алексея, царевна-мученица Великой Нижен, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, и всех новомучеников, российских исповедников, и всех Твоих святых. Аминь. Дашь мне, Владыка, очищение, просвещение, освящение, обновление, возрождение душ наших. Подай, Господи, подай, Господи. Даруй, Господи, премудрости, страха Божия, рассуждения, целомудрия, здравый, чистый, быстрый, светлый ум, память, трезвый, дар слова и прочих добродетелей у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же одеете на свою одежду милосердия, благости, смиренно мудрия, кротости, долготерпения в любовь. Доселяйте на слово Твое обильно, со всякой премудростью. Донесем себе слово, мир, у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же сокрушите сатану под ноги наше, вскоре и со всей смелостью, мужеством, твердостью, дерзновением. Благовествуйте рабом Твоим, у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же спасти нас в пустыне, Тое спасение от антихристопечати, и, гос, отделайте нас верными рабами Твоими, у Господа просим. У Господа. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же записайте нас в книгу жизни, и стояте в истине непоколебимой, имея ум и чувства Христовы, у Господа просим. Подай, Господи. Слава, Господи. Подай, Господи. Вы же вселитесь о Господу Иисусу Христу в сердца наше, веру и любую страхам Божиим, у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же утвердитесь о Духом Святым во внутреннем человеке, у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Вы же движимы быть Духом Святым на всякое доброе дело, у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Милости и оставления прегрешения наших и соблазнам нашим у Господа просим. Подай, Господи, подай, Господи. Сейчас мы встанем с вами, покажемся, какие есть Встаньте, мы сейчас заканчиваем, у нас уже это время уходит Чтобы вам видно было, какие мы Чтобы потом, когда будете слышать о нем, чтобы видно было Вот смотрите, это отец Павел самый есть, ну и я рядышком с ним Вот, он рыбак, с голоду не умрет Вот он как Нас Господь сроднил за любовь к Господу Ну вот так, сверху-то маленько гляньте, какие мы Он, видите, он не стал советоваться с плотью и кровью, хотя плоти у него хватает Он прямо пошел, Господь повелевает так, каноны так говорят И говорить о том, что он не прав, они должны были доказать Он говорит, покажите, какой канон я нарушил Они так и не могли представить ему обвинение Вот на меня говорят, ты раскольник и ритик, патриарша Я говорю, дайте мне бумагу, чтобы я не забыл, кто я такой-то Еще нету Дайте мне бумагу Если они бумагу мне дадут эту, я теперь скажу Ну я-то не такой, ну а вы-то считаете А то, что вы считаете, ничего не значит Но вы точно знаете, что я еретик и раскольник и, ну как угодно там А теперь ваши епископы, московской патриархии, едут к нам по Теряевку Едут с священниками, едут с семинаристами Служат, с одной чашей причащаются А канон это запрещают с еретиками Молитесь, вот вы теперь и попадаете под каноны, а не я Я-то ни в чем не виноват Вы меня объявили еретиком, а теперь к нему, к еретикам каждый год едете и слушаете Они совершенно неразумные Если бы они думали, что есть Бог и есть Царство Божие И надо туда обязательно попасть Да зачем это все нужно-то? Сколько Бог дал нам радости, внимания друг к другу Это Бог сделал так Ну что, христиан, христианские живота нашего Бестрастные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим Подай Господи, подай Господи Отец Павел у меня жил, когда его знали Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Божией своей благодатью Подай Господи, подай Господи О всякие скорби, нужды, печали О всяких песок, видимых и невидимых Спаси нас, Господи Подай Господи, подай Господи Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную Славную Ладычицу Нашу Богородицу и Преснадею Марию Со всеми святыми поминувшей Сами себе и друг друга И весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи, Тебе, Господи Так вот, женщина, когда я это все услышал Ее сперва мутило, мутило Она не крещеная А потом говорит, истинно с вами Бог Мне хочет Рясу целовать Руки целовать Я говорю, перестань, прекрати Я говорю, сядь ты, успокойся Она села, дальше продолжили разговор Тут пришла дочка Она не хочет меня отпускать-то Дочка пришла Я говорю, ну когда же она меня отпустит-то Думаю, сейчас доведу до кондиции ее Ага, она говорит, да вот дочка любит Значит, она тоже не крещеная Крещению там надо Я говорю, ну у нас надо научить правила Там все это, говорится, Библию святую Почитать Евангелие Походить в церковь, помолиться У нас безвозмездно крещение Не так, как там полным погружением В реке Аби крестим Ну и потом она говорит А дочка вот любит у меня стихи Я говорю, у нас полки ломятся От литературы разной От... в интернете есть, я говорю Все записано И стихи, говорю, есть Желаете, я прочитаю вам стих Она говорит, желаю Ну я встал И если удобно, я сейчас прочитаю Я говорю, он называется Строительный отвес Дьякон возглашает Премудрость в онме Что значит распрямитесь, станьте прямо Не в дремоте, как боевые кони Готовы в бой через брустверы и ямы А станет Россия прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Ну отец Павел Охота еще что-то сказать Я записываю Вот Я показываю еще Ей пока достал из сумки Евангелие Евангелие Вот единственный отвес Все меры жадности Скривила чинно Подмена гирью продавца В суме Уменьши ли длину По своему аршину Напишу Три в пота И один в уме Восстань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Но никому И никогда не снилось Уменьшить тяготение земли Таков закон Зиждитель его милость Отвесом все Чтоб вымереть могли Восстань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Не наше предстояние Пред Богом Не люди грешных Под нынешний момент Ни дохлая мораль Ни поэтичность Слога Наклон любой Отвес Ведет на нет Восстань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Стоишь ли Прямо С Библией Сверяйся И не склонись Под чуждое ермо Для выгоды Своей шушукуются рясы Интеллигенция Давно ушла в дерьмо Постань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Вот единственный отвес Отвес на тоненьком Строительном шнуре И по нему свой сног Поставим прямо Ограду выправь На своем дворе Кто не стоял По смерти Примут сраму Постань Россия Прямо Стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес На высоте не устоит подпорка Завалился лжевера без канонов Искусством оправдания Всегдашней оговоркой Корабль не спасти Что кверху дном утонет Восстань Россия Прямо Стояние во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Аминь Ну и женщина эта Сильно Значит Лукавый-то там соиграл Что Евангелие Ты как в рекламе Ты реклама Понимаешь Не могу больше терпеть В ней уже Лукавый Начал говорить Понимаешь Он не может терпеть уже Что Евангелие прославляется И все Мы на этом Прощаемся с вами И женщины попрощались И она говорит Все уже не могу терпеть Уже все Она внутри У ней Понимаете Все хорошо Но вот когда Евангелие Это как в телевизоре реклама Так я не реклама Я говорю Проповедую Благовестую о Христе Чтобы наша жизнь Началась По Евангелию Это всех людей По совести По Евангелию Ну и она там Значит Я тоже Психологией занимаюсь Ты говоришь Психолог Говорит И в общем Мы распрощались Вот Так Его звать Сергий Батюшка Помоги Господь Себе упоминальник Запиши болящего Он сильно помогает В деле в интернет Это мы все Выставим в интернет Ты дома с вами Посмотришь Что тут было Так Благослови Сергий И мы отключаемся Бог тебе благословит Сергей Помогите я Господь Терпеть Терпением вашим Спасайте души ваши У меня руки Ничего недвижимые Просто так Благословите я Господь Ну что Брат До свидания Все Я натих Щукажу С Богом Ну спасибо Хорошее утро было сегодня Да Замечательно Вот так Ну Отключайся Ладно Это Знаешь Где он находится Я тебе сейчас скажу Это город Воронеж Так Володя Сейчас маленько Погоди И мы начнем Так Ты торопишься Домой Да Все Давай Выключай На этом Все Уходим Спасибо за субтитры